В этом году почти полторы тысячи детей отдохнут за счет средств окружного бюджета. В первые группы отправятся на долгожданные каникулы в конце мая. Отличники, спортсмены и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, поедут в Крым. Обладатели путевок мать и дитя отдохнут на курортах Черного моря, Кавказских минеральных вод и Кировской области. А куда предпочитают ездить на Ринмарце, узнавала Валентина Чибичек. Я думаю, что седу среднюю полосу съезжу, в Псковскую область. Хочу отдохнуть. А почему туда именно? А потому что там уже тепло, светло, до осени пожить, фрукты будут, все хорошо. Мы поезжаем в деревню, в Шелину. Там будете проводить? Да, да. Чем будете заниматься? Чем? Картошку садить, грибы, ягоды вырастут. Хочу в Крым, потому что там всегда тепло. И тогда мой брат ездил в лагерь. Черноморское побережье, Крым и средняя полоса России популярны у наренмарцев. В средней полосе многие держат огороды и дачи. Там можно отдохнуть в кругу родственников и привезти на зиму заготовки из фруктов и овощей. Курорты Черноморского побережья востребованы у семей с детьми и пожилыми людьми. Там мягкий и нежаркий климат, что не скажешь о Египте и Турции. Летом температура в этих странах поднимается до 50 градусов. Однако жаркое солнце совсем не пугает жителей Заполярия. Турция и Египет по-прежнему самые востребованные зарубежные курорты у жителей округа. Самые такие массовые направления для отдыха туристов, которые предпочитают отдыхать целой семьей. Потому что очень тяжело вывезти 4-5 человек куда-то, чтобы было и много времени они провели на море, и чтобы это было не очень дорого. По данным туристических агентств, за двухнедельный отдых семья из 4-х человек готова выложить 200 тысяч рублей. Минимизировать затраты на отпуск помогает льготная дорога. Кстати, в этом году для работников бюджетных учреждений и госслужащих она ограничена суммой в 30 тысяч. Именно столько можно потратить на билеты за рубежом согласно новому окружному закону. Возможно, и по этой причине такие направления, как Мексика, Куба и Доминикана стали менее востребованными. А вы не были на Таите? Гаите, Гаите. Не были мы ни в какой Гаите. Нас и здесь неплохо кормят. Кормят в Ненецком округе действительно неплохо – комаров. Алина Ибов покидает летний Наринмар из-за надоедливых насекомых. Отпуск проводят также в Средней России. Там ждут дача, огород и отсутствие комаров. Есть такой анекдотик, что ли, небольшой. Сидят люди и мучаются в помещении от комаров. Один другому говорит, да закрой ты окно, в конце концов, чтобы они не летели. Да я уже закрывал, они же открывают. Вот, в этом все сказано. Летом, несмотря на региональный патриотизм, лучше все-таки проводить подальше от наших прекрасных мест. Где бы вам не пришлось отдыхать, делать это нужно обязательно. Врачи подсчитали. У тех, кто бывает в отпуске хотя бы раз в году, риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 40%. Так что в этом году отпуск особенно актуален.